Всем привет! Продолжаем играть в последние выжившие на платформе DTR Re-Room. Почитал я комментарии под прошлой серии и отвечу на некоторые из них. Первый комментарий, почему ты не использовал шлем второй для репочинки этого? Значит, смотрите, объясню. Когда я был в тёной долине, в заводе над x18, а именно внизу, перед входом в x18 непосредственно, я пробовал совмещать так шлема, то есть то ли шлем, то ли броньку, а броньку, броньки я пробовал совмещать, то есть ЧН-3Б вот этот мой и ЧН-1А вроде как у меня был, или 2А, но в общем-то рангом пониже. Пробовал совмещать, его в списке не было, и я для себя сделал такую зарубку, что, ну, значит, невозможно. Или, ну не знаю, при каких-то других обстоятельствах, потому что, в общем-то, я никогда не чинил одно снаряжение с помощью другого. Не знаю, я даже не знаю, как это делается, в принципе. Но, скорее всего, раз мне по поводу шлема сказали, то должна быть одинаковая снаряга, то есть шлем сферы 0.8, соответственно, сферы 0.8 еще одна, можно соединить. ЧН-3Б, соответственно, ЧН-3Б можно соединить. Ну, наверное, так. Почему я это не сделал, я вроде как сказал. Дальше, да, Тёмную Долину мы с вами не обыщем полностью, можно будет только первые пару нычек обыскать, дальше не пройти, потому что там аура неприятная. По поводу защиты от радиации. Значит, защита маской 45%, защита дыхательными фильтрами 90%, это как раз-таки то, что у нас, по идее. У нас дыхательный фильтр. Ну и защита с замкнутой системой 100%. У нас с замкнутой системой нет на текущий момент. То есть, несмотря на то, что у костюма есть свой параметр радиозащиты, все-таки большую роль играет именно маска. А дальше мне сказали по поводу артефакта обруча. Говорят, он тебе очень нужен. У меня его с собой, к сожалению, нет. Но говорят, что очень надо. Возможно, он даже не будет меня коцать. По поводу снаряги. Очень хочется взять автомат, но для него нужен наборчик. Но в любом случае, пока в Тёмную Долину мы сходим с этой снарягой, которая у меня и на текущий момент имеется. В Тёмную Долину, говорю. Конечно, дикую территорию. Опять же, чиним все, что можно починить. Прямо бронежилет до максимального состояния. Модули, говорят, всё-таки суммируются. Тоже написали в комментариях, что вот, прочитай. Необходимо учесть, что подобный модуль не может работать подобающим образом и обеспечивать достаточную защиту, если ваш костюм не удовлетворяет требованиям минимальной защиты в условиях нахождения в аномальных полях. Какие тут эти приписки непонятные? Тут тоже вот. Внимание! Даже несмотря на то, что большинство полевых костюмов и шлемов... Короче, все оговорки сделаны, чтобы ты не офигевал, почему у тебя вот такая защита, а ты всё равно хапаешь там ежесекундно по одной единице радиации в секунду, да? Ну, мы уже написали, вот такое чувство. Тут помним, как проходить? Вроде помним. Обруч, говорят, мне очень нужен, значит. Ну ладно, посмотрим. О, у меня же ещё тут во дворе лежит хабар, который я не перенёс. Но тут, правда, особо-то ничего нет, но хотя, вот, пожалуйста, для ремонта брони. Но это потенциально, если мы найдём что-то пожирнее. Артефакты. Минус 6 килограмм дует, представляешь? Полная пустота. Жесть. Ладно, пойдём. Всё равно в любом случае говорят, что именно обруч нужен. Балунов тоже вообще даже ни разу не выпало. Даже ими не пахло, в принципе. Падают баллоны, ставишь их сюда, и у тебя защита от хемозы максимальная, и там можно пройти в дикой территории. Ой-ёй-ёй-ёй. Я напугался. Собаку эту, блин. Прицела нет. Выключил я, в общем-то, фоу в маске, как видите. То есть маска есть, фоу нет. Чтобы люди не грустили. А то не всем нравится, туда-сюда. Поехали. Хотя бы, ну, предбаник вот этот в дикой территории обыщем. Несколько тайников. А вдруг именно там, представляете, будет то, что мне нужно. Я уже предрекаю смерть от радиации на верхних локах. Ты ничего, хотя бы не пустой. И то радует. Сразу смотрим арт. Плюс 59, рады, ё-моё. То есть под него не подходит этот контейнер. Вот я прям знал. Серьёзно, хотите верть, хотите нет. Я знал, что он заминирован. В голове была мысль, что место неудобно, а тяжело будет выходить. По-любому тайник заминирован. Ну ладно. Комплект приготовления пищи. О, кстати, вот это вот нам надо, чтобы коллаж зачинить. Хоть в этом повезло, и то хорошо. Для пистолетов. Можно попробовать вычинить берету. Хотя, ну, до сих пор патронов сюда куча, и будет их куча. 9.18 именно. Но разнообразие ради можно поиграть, с беретой тоже самое. Всё, самое ценное забрал. Значит, оказывается, я играю с какой-то галочкой, чтобы не разряжалась батарейка. Я ничего специально не включал. Так оно и было в начале. Я приверженец, знаете чего? Что как разрабы сделали вот игру, без доп-настроек, так и надо в принципе играть. Ну, за исключением уж чего-то конкретного. Ну, например, от худа. Ну, просто банально не всем зрителям нравится. А вот если почему-то разраб сделал, что по дефолту выключено потребление, ну, значит, пусть так и будет. Тем более, для нас это плюс в какой-то степени. Ладно, следующая нычка. К сожалению, пуста. Нам бы, конечно, чтобы все нычки были заполненные, но... Ну и по идее, я могу тут последнюю нычку обыскать. Это вон там под домом. И всё. Какие-то тушканчики выбегают. Я верю, что нам повезёт. И именно из последнего тайника, который мы можем обыскать на этой локе, нам выпадет добро в виде... Хотя вот опять же, а зачем ТБ, если раляет маска именно от радиации? Да и тем более, судя по тому, что у нас вот такая маска уже, которая 90% защиты от роды даёт, в целом, как бы... Думаю, вы понимаете, о чём я говорю. То есть, а зачем нам тогда ТБ, в принципе? Он те же 90% будет давать, потому что у него фильтровая маска. Всё, туда уже никак. Я точно понял, что там умираешь. Остаётся только вот этот вот ящик. Его можно проползти, сами видели. Соответственно, проползаем. Именно тут будет ТБ, я верю, давай. А, ТБ не будет, но... Что-то другое будет, в общем. Патроны, гранаты. Ну, такой тайник средней паршивости, я бы сказал. То есть, не самый плохой, но и... Не то, чтобы очень хороший. Ё-моё, это что за арт. Всё по минусам, зато 12 килограмм. Ещё и два выносливости. Ну, передумаю, ещё и минус здоровье. То есть, оно отниматься будет. Минус кровотёк какой-то... Кого-то слышу. Ну, ладно. Остальное всё оставляем. Всё, к сожалению, вот так вот получается. Опа, опа, видели всё, да? Все видели. Что там урон получил по броне? Вроде нет. Ну, дальше, если пойдёшь, всё, смерть лютая. Всё, тогда без лишних разговоров поехали обратно. Тут больше точно не тайников. В ТЧ, по-моему, тут в трубах где-то что-то было. Может, я ошибаюсь? О, кстати, вот обруч. А, нет, кольцо. Подожди, а как обруч вылетит? А вот и думай головой. Может, браслет? А может, человек имел в виду браслет, а не обруч? Скорее всего, я так думаю. Давай браслет возьмём. Я что, сейчас перечитаю комментарий? Да, браслет человек написал. Это я уже додумал, что обруч. Ну, короче, вот такой артефакт, говорят. В теории он не должен испаряться, но давать восстановление здоровья. Лютейшее. Плюс 1%. Ну, наверное, неплохо носить его с собой. Только нужен модуль, опять же, какой-то. Сколько он, в принципе, сам все радиации даёт, надо понять. Ну и можно. Тем более, что заряд батареи не тратится. То есть, в этом плане у нас раздолит, так скажем. Кстати, да, ещё один минус, что нам не выпал набор для изготовления медицины. Дело в том, что с помощью него можно изготавливать из обычных аптечек армейские. С помощью ампул салицидовой кислотой всего лишь. Которых у меня много и которые я даже оставил куча на предыдущей локации. То есть, какая-то, блин, непруха полнейшая. Ну, сейчас, значит, генерально смотрим, что к чему. Берём с собой, видимо, сайгу и автомат. Потому что, ну, дропят, это то, к чему будет всегда патрон. Конечно, я буду лишний перегруз иметь, по сути. Жаль, титановая сетка ещё одна не выпала. Всё, делаем наборчик. Вот такой вот. Использовать АКМС. Замен на целья, замена боевой пружины. Что из этого важнее? Мне, кстати, говорят, что вот это значит, сколько отнимает от ремонта. Ну, смотри, базово даёт 25%. Выбираем 7. То есть, это не значит, что, я не знаю, человек дофантазировал. Ну, 3 написано. Но отнимает-то не 3. Было 25, стало 7. Сколько отняло? Думаю, понятно. Тут вообще 30. Это то же самое написано 7. То есть, эти цифры, это всё-таки что-то другое. Кстати, может, кто-то в комментах написал, я не обратил внимания. Ну, всё, кое-что починили. И вторую неисправность тоже давай чинить. Замена боевой пружины. По итогу, у нас абсолютно новый, без неисправности автомат Калашникова. По 7.62. То есть, я собираюсь его брать, как второй ствол. Единственное, неудобно, конечно, что теперь молоток будет вот так вот лежать. Ну, что теперь делать? Когда надо, будем ставить. Но патронов у нас реально очень много. Душитель есть, подствольник есть, оптика к нему тоже есть. Вот, пожалуйста. Оптика ещё и регулируемая. Вообще, сказка. Заряжаем, в первую очередь, конечно, нормальными патронами, не старыми, но их очень мало, как мы видим. Возьмём, наверное, с собой, на всякий случай, набор для ремонта брони. На, ещё я хотел пистолет вычинить. На, опять же. Кто? Боже мой! Какая гадина. Что, по броне? Ну, 1% снял. По поводу пистолета. Берета, ну, к ней 200 патронов. То есть, у меня только 250 старых у таких. 22 ещё таких. Конечно, хотелось бы, но логически выгоднее, конечно, держать форт. Тут ещё неисправности куча. Вот сюда, давай не будем выделывать, форт оставим. Вот эту пушку тоже оставим. О, 5 пугов есть. Получается, все наборы по-любому надо брать, ремонтные. Как иначе. Так, ну я поставил арт. Маленько хапнул роды, перекладывая артефакты, вытаскивая из контейнеров и так далее. Но, имеем артефакт на здоровье. Лечит он. За сколько? Давайте замерим, я не знаю. Секундомер включим. Сколько он вообще будет вот с низкой палочки до верхней? Скажем так. Причём, что я уже ждал какое-то время, и только сейчас я запустил секундомер. То есть, возможно, это просто не лучше у меня. Опа. Ну давай ещё раз. 11 секунд было, давай ещё раз. Ну как будто долго. Не лучше у меня артефакт по характеристикам. То есть, может быть, и жирнее намного, по идее. Но я уже пропустил кучу таких хартов, поэтому... Печально. Ну хоть такой будет на 1% здоровья, опять же, без дебафов. То есть, потенциально. Оказавшись без аптечек где-то. Но не, лечит он долго, долго прям. Ну, минуту 0,6. Но, я так понял, не совсем корректное сравнение. Я это понял уже в момент замера, потому что у меня 90 радиации. То есть, потенциально она сжирает хп, но очень мало. На самом деле, 99 рады. Это очень мало радиации. Она не будет прям вот так вот таять хп. Ну, минуту 0,6. У меня прибавилось полторы паучки. 1,3. Ну, ладно. Контейнер я в любом случае возьму с собой. С этим артефактом. Ещё один пустой у меня есть. ПМА. На всякий случай. Ну, надо думать, что дальше брать. Ну, такие наборы в любом случае как будто нужны. Но я уже практически на перегрузе. То есть, чтобы вы понимали, я уже иду как бы далеко и надолго. Я не собираюсь сюда возвращаться. Энергойски все забираем. Воду тоже отсюда. Взял всё, что мне нужно. Больше ничего не надо. С натовки так и не постреляем. С калаша 5,45. Ну, так-то неплохо патрону 280. То есть, потенциально там пару лок с ним можно было зачистить. Но уже да. Наборчики всякие. Хотя у нас сейчас три ремкомплекта для пистолетов. Но, тем не менее. Вот такой все-таки пластины я не ставлю. 2,70. Они весят, по-моему, больше. Ну, не намного, но больше, да. Горбы верблюжей оставляем. Оставляем. Вот такие, кстати, тоже нужны наборы. Не, ну, у меня уже капитальный перегруз. Ну, всё тогда, поехали. Да, сюда брать с собой набрал. Ну, в общем-то, у меня есть всё, что нужно для жизни. И, по сути, из тайников я буду забирать, но только самые ценные какие-то вещи. То есть, какие-то левые патроны брать не буду. Хотя, подожди, куда я попёрся с радиацией? Во-первых, сейчас у нас 98 роды. И время уже вечереет. Плюс выносливость, смотрите, как тает. Это просто жесть. Да. Выносливость тает на глазах. Слушай, еда, противогаз, броня с низкой защитой. С низкой удобностью. Всё это, конечно, безусловно, влияет. Из-за этого наш геймплей значительно замедлится. Вот, пожалуйста, мясо псевдо собаки. Да, это, конечно, прикол, как я иду. Невероятно медленно. А с другой стороны, чего бы мне не покушать? Покушать антирадов. А, антирадов, кстати, три всего. Слушайте, было намного больше. Вот так вот потихоньку-то антирады начали летать. Незаметно. Мне тогда, конечно, надо это ценить. Ладно, захавал мясо свиньи. Что-то, может, совсем промедленно ходит. Главный герой. Так хоть одна палка будет. Потенциально, конечно, шлем можно снять. Но нет, а хотя бы он побыстрее бегает намного. Потому что там я проходил 10 метров, всё, уставал. Так хотя бы 35 буду пропегать. Пойдём тогда, наверное, в мёртвый город. Скорее всего, да. Это получается с перехода сразу в левую сторону. В сторону деревни кровососов, которую я, кстати, не обыскал. То есть там поковыряться. Может быть, нам свезёт всё-таки что-то выпадет. Подожди, я инструменты взял для группы работы? Это же очень важно было. Да, всё отлично. Конечно, мольба сразу. Боюсь, что я просто через бугор я перейти не могу. У меня 160 роды. Это жёстко. С другой стороны, а что я уже теряю? Какие плоти быстрые. Ко мне идёт малышка. Чтобы окочуриться. И где-то здесь ещё одна была. Она уже, видимо, поумнее и не станет ко мне идти. Ничего полезного, понятно? Вот она, деревня. Тут должны быть кровососы и прочая нечисть. Рода вроде не растёт, держится. Всё-таки 90% роды можем нивелировать с помощью маски. А вот и первый тайник, кстати говоря. Что отсюда нам нужно? Слышали, да? Уже кто-то там шебуршит. Так, ну вот эти все ремонтные наборы, я их только что взял. Нужное мне количество. То есть, в принципе, отсюда брать нечего. Ну то есть, вот эти патроны только, если нужные для моего автомата как раз. Вот это потенциально для ремонта можно будет использовать. Ну на 2 килограмма весит пластина. Зачем она мне нужна? Не, пожалуй, это оставляем. Единственное, ну давай, ладно, это возьмём. Это возьмём. И всё, пошли. Ну потому что реально, всё брать, у меня уже и так рюкзак трещит. Сейчас где-то должен кровососик подбежать ко мне. В принципе, один удар я выдерживаю. Так, давай перезарядимся. Чтобы 10 патронов иметь. А вон, я кстати видел его. И он меня заметил. Ну всё, значит сейчас он подбежит. И мы с деревца его аккуратно вынесем. Да не, он что-то не хочет подбегать. Стесняется? Ладно, раз не хотят идти, то пошли самостоятельно. Конечно, обидно будет, что он с одного удара мне процентов 6 куртки садзерёт. Это не приятно. Опа, видели, видели. Я на машине. Сейчас ему бы появиться. Где-то тут бегает. Ну иди сюда. Есть такой. Мелкий какой-то. Значит где-то должен посерьёзнее бегать, ребята. Что у тебя? Сердце. Нет, такое мне не надо. Кстати, что я опять без лаубного фонаря бегаю? Мне это в принципе видно нормально, но на видосе темновато всегда. Кстати, на хутор надо дальнее обязательно сбегать. Точно помню, что там что-то вкусное можно найти. Увидим. Ну а тут. Господи. Вот это уры. Опять павочка пропала, только что была уже всё. Тяжело, тяжело ходить с такой выносливостью. Да я же говорю, тут почему-то горбы минус килограмм дают. В оригинале они не давали. Ну либо я... Чё? Ты не давали же в оригинальном ПВе горбы минус килограмм. Кому-то показалось, что это дисбалансно. И надо добавить минус кг. Ладно. Добавили. Водичка тут должна быть. Насколько я помню. Нет, энергетик. Какие-то смутные воспоминания у меня есть о том, что здесь обычно бежало. Ну конечно так постоянно молоток переставлять. Патрон 545 старый, 762. Надо. Ладно, это не надо, выкидываем сразу. 545 старый. Или 556, что-то я запутался. 556 скорее всего. Ну тоже не надо. Погнали дальше. Уже прям реально темнеет. Скорее всего где-то здесь и заночую. Но кровососов я видел минимум 2. Одного замочил. Второй был где-то там около здания. Показал что-то. Ага. Артефакт почему не стоит. Еще один слышал. Какой большой. Ух, как отлетел. Да иди отсюда что ли. Как они подвешивают эти крыски маленькие? Да сколько можно, я не пойму. Вы что прикалываетесь? Они еще и прикол в том, что начинают убегать. То есть как будто она одна осталась. По факту нет. То есть может это другая стая какая-то. Но броней мне пожрали. 92%. Нет, куда чиниться? Мне время чиниться. Еще тут сосун. Но опять же мясо с них я собирать вообще смысла не вижу. Наверное просто пойдем дальше. Там конечно где-то кровосос дышит тяжело. Но он меня не видит. Индикатор не сгорается. Так что. А, там тем более он в аномалию может попал. Вот тут хустиков посидим пока. Опять. А в ЧН кстати другая вон напорная башня была. С прямым подъемом. Это вот такая как тут. Это в ТЧ как раз таки. Может тут лок из ТЧ? Да нет вроде. Тю. Ничего нет. Зачем пришел? Помните как я твой ОЛР добывал экзоскелет. С артефактом полезным. Хата. А вот и сейф. Сейф не пустой оказался. О, дигл. Ничего себе. Кстати не под него случайно 357 патронов были? Которых у меня два под него. И у меня кстати очень много осталось. Ну относительно. Не больше чем ПМ понятное дело. Да. Можно было бы с ним побаловаться потенциально. Ну да ладно. Комплект. Гранаты все равно не пользуюсь. То есть как видите я уже очень избирательно подхожу. Потому что я беру. Брать какой-то верблюжий горб. Минус 2 килограмма целых. Как будто не хочется. Может сказать что это заря? Сколько он сам по себе весит? 150 грамм. Ну можно взять чтобы он был именно. А там посмотрим. Может реально припечет. Я его надену. Какая кровать кайфовая. Поспать будут. С матрасом. Со всеми делами. И тут он кровать. Вообще круто. Главное чтобы кровосос не цапнул. Какая машина самая сталкерская. Как вы считаете? Вот оно. По мелочевке что-то. Светляк. 16 радиозащита. Красота. Но мы знаем сами как тут радиозащита работает. По своему. Мягко выражаюсь. Табачные листы сказали надо собирать. Якобы пригодятся. Ну и все. Больше я не помню тайников где-то. Чтобы именно какой-то ящик. Рюкзак лежал. И так далее. Да тут вроде бы и нет. Хотя вот тут. Вот где загорели. Опа. Нифига он сидит. Блин. Я сейчас даже маленько припугался. Он сидит так в какой-то позе такой знаешь. Как будто он что-то выжидает. Гад. Здорово. Вот это они меткие конечно. В итоге костюм 97. В принципе кстати нормально. Хорошо что кровосёка нет. По сути. Потому что артефакт есть. Который быстро-быстро всё это дело вывозит. Ну и ну. Опять же уже игнорирую какие-то патроны. Которые я скорее всего до конца игры не буду использовать. А что мне с собой таскать просто так? Где-то здесь по идее должен быть тайник. Как будто бы. Может у меня шиза. Но туда в огонь я точно не полезу. Скорее всего он там где-то и лежит. Но тут мне делать нечего. Блин как быстро потемнело. Только что вроде было светло. Проглядывалось что-то. И резко бам. А уже темень. Ладно давай думаем где спать. Интересно в теории я даже могу с радиацией лечь спать 157. Потому что у меня есть арт который хп восстанавливает. А значит опять же в теории. За ночь пока я буду спать. Я не умру. Радиация при этом будет выводиться. Логически именно так. В итоге сэкономив антирад я себе раду в ноль сделаю. У меня кстати еще есть печка с рюкзаком. Туда спускаться я думаю вообще не нужно. Вот эти мерцания видите. Как будто глаза кровососа иногда окажется. Фонарь вообще крутой. Освещает абсолютно все. Резко темно так стало. Вот уже окончательная темень. Ночью ходить по деревне кровососов это не кайф. Но она зачищенная. Хм. Да нечего я не могу печку найти. Была вот печка и в таком отверстии рюкзак. Не могу этот дом найти уже. Из-за темени. Опять же может он и тут. Может он в тече. Тут же все запутано. Ничего не получилось. Потому что иника нет. Он еще постоянно дышит. Это конечно какой-то ужас так вот ходить. Ну а что выкидывать? Как будто ничего выкидывать то и не хочется. Все что есть мне нужно и пригодится в последующем. О. Гретка выпала. Но не спасибо. 600 грамм. Ее можно чисто для красоты взорвать. Чтобы шухера навести на локации. Вот так вот. Ничего себе осколки как далеко лисят. Да я даже не буду компенсировать. Потому что по итогу все равно мы не используем эти гранаты нельзя. Просто так они у меня лежат мертвым грузом. Так. Ну мой план какой? Дойти до хутора. Там ночевать. И на этом серию заканчивать. Ну либо прям тут уже заканчивать. Что-то я уже устал от того что он еле-еле идет. Ну а что можно выкинуть? Вот объективно напишите в комментарии что можно выкинуть из того хабара. Ну кстати вот это вот можно. Да согласен. Кстати откуда это у меня? Это я не заметил. А это когда я с артами шабуршал. Но опять же это же не даст выносливости. Выносливость режет у нас не килограммы. А маска, броня. Ну и все. То есть из-за того что я разгружусь у меня будет выносливость меньше таять. Допустим у меня сейчас не будет ничего. Только маска, броня. Выносливость будет таять меньше? Или так же? Вот и думай головой как говорится. Тут есть что? Нет. Только печка. Какая темень. Прикиньте сейчас отсюда два огонька красных загорятся из темноты. Вот это было бы прям классно. Не хватает все-таки в последнем выжившем хоррора какого-то. Хотя бы не явного. Хорошо пусть за тобой там не бегает кто-то. Какая-то страшная бабайка. Но вот именно. Какой-то саспенс. Где-то что-то загорелось. Где-то что-то шевельнулось. Где-то хрустнули кусты. А я забыл. В последнем выжившем тут нечего делать. Тут нет ящика. Это точная информация. Тут нечего обыскивать. Поэтому да. Тут можно сразу уходить. И идти в сторону хутора. Стоп. А как тогда в мертвый город идти? Так. Получается я не знаю перехода в мертвый город. Я-то думал он тут. А тут тупик. Опа, кау-то ранил. Ну вот гранаты решил наконец использовать. Замочил. Вроде какую-то шавку. В общем целом. Блин. Стало потише хотел сказать. Что ты? А у меня патронов нет. Вот так вот без патронов остался. Все? Рука, лист. Мясо псевдо собаки кстати. Вот это неплохо. У тебя что? Туша крысы. Это себе оставь. Такое чувство что тут должно было быть что-то. Какая-то еда, вода, самогонка. Но этот пару градусов взорвал. Поэтому если это что и было. Ох, кровососа тоже жмыхнул. Ну и псевдо собака. Опять мясо. Ну, готовить его в последнюю очередь на текущий момент. У меня очень мало комплектов приготовления пищи. Но тут в ящике точно лежит добро. Я прям воспоминания какие-то чувствую. Антират, антират. Все. Немножко наши барахтанья продолжаются. Потому что антиратов уже три было. Это очень маловато. Скажем так. Так, уже страшно было. А вот то, что лежало тут. Не факт, что лежало, но как будто лежало. Мы уже с вами не найдем. Потому что, вероятно, от взрыва граната оно улетело в небеса. Так, ну что, рубрика эксперименты. Пробуем спать с радиацией или не пробуем? Ну, смотрите, если мы руководствуемся логикой, то радиация 162. Она постепенно падает. Артефакт стоит на хп, который не позволяет падать количеству здоровья. Потенциально можем еще вот эту штуку съесть. На доп. хп. Можем. Значит, если мы поспим, мы не умрем. А где... А где покрывало? Блин, я выложил покрывало. А зачем я это сделал? Когда я инвентаризацию делал, я все выкладывал и забыл. Вернул. Ё-моё. Покрывало где-то было в тайнике. Где-то в деревне. Твою дивизию. И все, а тут уже никаких ящиков, разумеется, нет. А все, не поспим. А ночью крафтится? Да, спальный мешок, аж можно сделать. Но тряпки не взял. Нет, нет покрывало в крафте. Вот и все. Дышим глубже, как говорится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok